Как вы наверняка поняли, в очередной серии нашего проекта «Красот будет меньше». Говорить будем прагматично. Точнее, о прагматичном – получение турецкого гражданства через покупку недвижимости. Со второй половины 2018 года одновременно с интересом к турецким домам и квартирам вырос спрос и на турецкие паспорта. По понятной причине. Турция и до 2018 года предоставляла гражданство покупателям недвижимости, тем, кто вкладывал более 1 миллиона долларов. Но именно в прошлом году сумма была снижена в четыре раза и это действительно стало событием, потому что для граждан многих стран турецкий паспорт – это путь к новой жизни. Ну, к новой или не к новой – вопрос, конечно, слишком личный и копаться в нем совсем ни к чему. Важнее факт – власти Турции создали условия, предложение вызвало спрос. Наибольший у выходцев из соседних ближневосточных стран. Русскоязычные покупатели тоже заинтересовались и все заработало. Конечно же, по накатанной не идет, но одному покупателю, кстати, мы первыми оформили нашим клиентам именно русскоязычном рынке, не в Стамбул, не в другие города. В Анталии мы первые оформили гражданство. В принципе, в процессе появлялись новые какие-то пожелания по справкам. Вот, видно было, что процесс новый тоже для государства самого. Но, в принципе, все просто довольно прозрачно. На самом ли деле прозрачно? Давайте разбираться. Вы покупаете объект не дешевле 250 тысяч долларов. Затем оформляете ВНЖ. В предыдущей серии проекта мы описывали этот процесс. Дальше готовите необходимые документы под гражданство. Список действительно понятен. Заявление, нотариальный перевод паспорта, свидетельство о рождении, браке, составе семьи, справка о несудимости. Разумеется, понадобится ТАПУ, свидетельство о собственности на недвижимость. На словах, как говорится, МИН нет. Но давайте вернемся в самое начало процесса. Там очень много моментов, которых нужно сделать в самом начале осознанно. Во-первых, все суммы оплаты должны произведены быть официально на счет продавца и с пометкой, что это для гражданства. Это первый момент. При переоформлении самой недвижимости в кадастровом управлении будет присутствовать адвокат. Сделка проходит. Вся сделка с оформлением гражданства обязательно проходит с адвокатом. После переоформления государством накладывается обременение. Вы три года не можете продавать эту недвижимость. Это одно из условий получения гражданства. Далее, в принципе, уже намного проще. Вид на жительство. Идет оформление вида на жительство. Тоже, опять же, с формулировкой получения гражданства. И после вида на жительство уже документы на паспорт подаются. А теперь давайте снова вернемся на этот раз еще к тому моменту, когда решение «да, хочу гражданство» принято. И начинается подбор объекта. Важных базовых условий два. Первое. Купить недвижимость под гражданство вы можете только у местного, турецкого физического или юридического лица. Вроде выполнить нетрудно. Сложнее выполнить второе условие. Приобрести объект не фактическая, а кадастровая стоимость которого будет выше 250 тысяч долларов. Найти недвижимость, которую вы можете, официальную стоимость показать в официальных документах, получить на счет официальную всю сумму не так легко. На самом деле, если вы инвестор с 250 тысяч долларами и хотите купить квартиру с оформлением или там виллу с гражданством, вы не каждый объект можете так оформить. Связано это с тем, что есть понятие кадастровой и рыночной стоимости. И не каждый объект можно официально зарегистрировать рыночную стоимость, соответственно, и гражданство оформить на него. Потому что главное условие, чтобы экспертиза оценила данный объект, соответственно, рыночной стоимости, плюс все суммы должны быть похожи. Поэтому сделок с гражданством в Алании и в Анталии не так много. Вот она загвоздка. Если гражданин Турции купил жилье, он с большой вероятностью официально сильно занизил стоимость сделки, чтобы сэкономить на налогах. И если со времени покупки прошло меньше пяти лет, ему при продаже абсолютно невыгодно показывать реальную сумму сделки. Ведь в этом случае придется заплатить 20% с разницей между ценой покупки и ценой продажи. Кадастровая стоимость до 2019 года указывалась всегда намного ниже рыночной. В первую очередь это связано именно со строительными компаниями. Со чего формируется кадастровая стоимость? Это ценность земли, которой оценка проводится государством, плюс расходы строительной компании, которую она заявляет при строительстве. Нужно выбирать изначально те объекты, где все-таки кадастровая стоимость максимально приближена к рыночной стоимости при выборе, при покупке с гражданством. Или же хотя бы те компании строительные, которые могут показать официально кадастровую стоимость. Это связано с бухгалтерией, с налогами и прочим. Но спрос ломает тенденцию. После того, как необходимая сумма инвестиций в недвижимость под гражданство была снижена до 250 тысяч долларов, на рынке появился массовый запрос. Запрос на реальную цену предложения. Ведь стоимость объекта не только должна быть прописана в свидетельстве о собственности, ее должна подтвердить в своей оценке аккредитованная компания. Соответственно, в этом году ввели обязательный документ оценочная оценка недвижимости. И новая кадастровая стоимость уже выше. Выше она также и у новых объектов, которые строятся последний год, два, три. Уже приходится всем строительным компаниям нам в том числе показывать более реальные цифры. К примеру, недавно совершен у нас покупатель, он оформляет, он приобрел пентхаус за 295 тысяч евро, а по документам будет он 250. Есть и такой момент. И очень редко можно купить действительно за 250, и в документах у вас будет 250. Но практика с тем, что вы потратите 300, а в документах будет 250, конечно, чаще встречается. Сегодня получается, чем свежее объект, тем выше вероятность, что у него будет нужная кадастровая цена. Если она выше необходимой, остается обращать внимание на разницу курсов. Здесь важный вопрос, та самая оценочная стоимость. Она происходит в лирах. А курс евро, он не сидит в Турции или доллары, он прыгает очень колоссально. И был у нас случай, когда мы заказали оценочную стоимость, а курс изменился. Лучше, чтобы недвижимость оценивалась чуть выше, чем на день, допустим, оценки. 250 тысяч долларов в лирах, это должно быть как минимум 260 тысяч долларов, чтобы при будущем в процессе оформления, он может занять 2-3 дня, не было таких стрессовых изменений. Потому что государство рассчитывает в день оформления ТАПУ по курсу Центрального банка. Подведем итог. Процедура получения гражданства в Турции простая, занимает 2,5-3 месяца. Никаких экзаменов на знание языка или собеседований проходить не надо. Из важного, после переоформления государством накладывается обременение. Вы 3 года не можете продавать недвижимость на основании покупки, который получали гражданство. Основная же трудность – подбор правильного объекта. Он по всем документам должен быть дороже 250 тысяч долларов, в эквиваленте в лирах. Что это за объекты? Посмотрим в следующей серии проекта. А пока подписывайтесь на наши обновления и до встречи, Турция!